Ну а в Ленске в последние дни апреля состоялась спартакиада для людей с ограниченными возможностями. Она включила шесть соревновательных видов. В спортивных и интеллектуальных состязаниях сразились участники из Ленска, Уртонахара, Натары и Южной Нюи. За ходом турнира следили мои коллеги из Алмазного края. Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями собрала в этом году 40 человек. Пока одни состязались в меткости стрельбы из пневматической винтовки, другие демонстрировали свое мастерство на шашечной доске. Участники турнира были люди особенные, но организаторы на этом внимания не заостряли. Соревнования проходили, как у обычных спортсменов. Во-первых, и умственное развитие идет. Думают, шахшки, шахматы играют, да все. И в основном развитие людей. Вот бросок мяча в кольцо тоже, движение все это. Пулевая стрельба тоже смотрят, да все. Ну как бы напряженные, переживают и стараются победить. Один из участников спартакиады, Алексей Ибрагимов, уже три года занимается баскетболом. В республиканском турнире памяти Александра Сорокина он был в составе юношеской сборной. Если бы не баскетбол, что бы я делал? Дома сидел, в компьютер играл. Это мне вообще как-то не очень нравится. Я прихожу на площадку, я тут, можно сказать, целый день. Прихожу со школы сразу на тренировку. Все, тут могу по нескольку часов заниматься. Следующий турнир комитет по физической культуре и спорту совместно с обществом инвалидов планируют провести уже в июне на открытой площадке стадиона «Алмаз». Там соревновательные виды будут организованы с легкоатлетическим уклоном. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».